Никогда такого не было, и вот опять в Барнауле выпал снег, и город встал в девятибальных пробках, как в Москве. Вчера вечером и сегодня с утра люди добирались до места назначения часами. Давайте съездим и посмотрим, как стоит Барнаул. Мы ехали с индустриального района, со спального, в центр, и вот весь Павловский тракт стоял очень сильно. Как много времени заняла поездка? Почти 40 минут, наверное. А обычно? Ну, если бы пробок не было, то минут 15 занимает дорогу, не больше. А на работу стоит выезжать? Ехал с Шукшина, ехал сюда на площади Октября, задержался минут, наверное, 15. Куда-то опоздали? Немножко, да, пришлось клиента отменить. Я массажист. Хорошая пробка для того, чтобы встретить старость. За прошедшие сутки на уличной дорожной сети города работало 192 единицы специализированной техники. 95 единиц вчера в день, 97 единиц за прошедшую ночь. За прошедшие сутки вывезено более полутора тысяч тонн снега. Людмила Станиславовна, не отмечайте, пожалуйста, Климов, Долженко и ВТ-71. Я не попал на работу с мегападом, поэтому можно добраться на работу сейчас. Мы все равно ночью работали, но с мегападом не успеваем справляться с таким объемом. Завтра термос чая возьму. Все равно стоим. Я никуда не спешу. Ждут трамвая, поэтому пробки на меня не действуют. Хотелось бы отметить, что за прошедшие сутки выпало более 7 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы. И осадки не прекращаются. Так что планы оперативно к концу четверга, к пятнице город привести в нормативное состояние. Тур по пробкам мы устроили в 9 часов утра. Сейчас на часах начала 11 и центр уже посвободнее. Но в индустриальном районе по-прежнему Дубльгиз показывает красные дороги, что значит, что там до сих пор пробки. Чтобы успеть на работу, либо куда вам там нужно вовремя, необходимо выйти из дома чуть раньше. Но у всех это чуть раньше разное. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.